В свой день полковник в отставке немного нервничает. В его доме сегодня многолюдно. Поздравить ветерана приходит руководство города, депутатский корпус, организации. С днём рождения вас! Всех благ! Ну, как говорят, здоровья самое главное, товарищу полковнику. 17-летним попал в армию в ноябре 43-го. Через год на фронт. Воевал в составе 2-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Польши, Восточной Пруссии, Кёнигсберга. В мирное время продолжил службу. Очень приятно, потому что нас осталось совсем мало. И вот посещение это подохновляет на то, чтобы ещё пару лет, не меньше прожить, до 100 лет. За возможность жить, за мирное небо, за подвиг. Общаться со свидетелями войны – вот что сейчас действительно важно. В Абруйске осталось всего 24 ветерана. Чествуют героев с особой теплотой и любовью. Неустанно звучат слова благодарности, искреннее поздравление и пожелание крепкого здоровья. Мы знаем его весь путь, который он прошёл, военный путь, ветеран, действительно настоящий полковник. И сегодня отрадно было то, что мы смогли с ними пообщаться. Мы как то поколение, которое не видело этой войны. И дай Бог им здоровья, дай Бог, чтобы они ещё жили, дай Бог, чтобы мы 100-летие отметили Бориса Николаевича. Белорусы помнят своих героев. На 1 мая в республике проживало 1100 ветеранов Великой Отечественной, в том числе более 500 инвалидов и участников войны. 24-25 годы – особенные, юбилейные. 80-летие освобождения нашей республики от немецко-фашистских захватчиков и 80-летие победы советского народа. Война унесла каждого третьего белоруса. 3 миллиона загубленных жизней и разрушенных судеб. Вот такая она – цена победы. Но Беларусь помнит – мы последнее поколение, которое может увидеть, услышать ветеранов, пожать им руку и сказать спасибо. Роман Костюков, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.